В школе хорошо учился, пока был в Питере, то есть и даже шел отлично. А увлечение, ну, занимался музыкой какое-то время, и потом начал заниматься баскетболом, и как-то вот баскетболом было, в принципе, все увлечение, которое было в детстве. Ну, а так, в принципе, как и у всех ребят, там, а что-то поиграть, какие-то игры, компьютеры, книжки посчитать, все было. На велончель попал уже после того, как, ну, грубо говоря, там все приходят, и уже там распределяют по первым занятиям, кого куда лучше, скажем так, отправить, какого ребенка, лучше на каком инструменте бы учиться. Вот, меня отправили на велончель, и потом, вот, занимался-занимался, какое-то время, начал играть в баскетбол, и понял, что в баскетбол играть намного веселее и интереснее, чем сидеть с велончелью. На гитаре научился играть, как бы, знаю, там, какие-то пару темах могу сыграть. Недавно начал на рояле, вот, именно купил себе электророяль, они называются, если я правильно помню, вот, то есть, чтобы не покупать себе огромное. То есть, это не синтезатор, а больше такой, ну, настоящий инструмент. И с преподавателем уже пару раз занимался, то есть, ну, специально звал и, как бы, спрашивал, что, как, вот, и, как бы, и сам что-то и в интернете пытаюсь найти, и спрашиваю, может, ну, из людей, кто знает, что там, может, могут подсказать. Но, к сожалению, вот, с музыкой у нас с таким графиком пролотным, то есть, я вот буквально, у меня два месяца, там, два занятия получилось, там, пару занятий, я сам что-то поделал, и это все. На гитаре предпочитаю, ну, больше нравятся какие-то, вот, именно, ну, грубо говоря, не знаю, гитарные темы, на рояле хочется играть что-то более такое классическое, а уже, ну, слушаю, да, больше, там, хип-хоп, что-то такое, но, скажем так, вот, когда лет пять назад слушал вообще только хип-хоп, рэп и все, и на этом все заканчивалось. Сейчас уже диапазон, скажем так, слушаю все. То есть, нравятся песни из рока, из попсы, из рэпа. Если меня увидит мой преподаватель, он скажет, что он ничего не сделал. Я занимаюсь дома. Это мамина книга, да, но это вторая часть книги, грубо говоря, она состоит из двух, вообще называется «Стая», вот, это «Священный призрак». Уже очень тяжело найти, потому что все, весь тираж, который выпустили, его раскупили, вот, и сейчас пока новый тираж, его нету, поэтому книг, ну, грубо говоря, у тех, кого они есть, они есть. А мама у меня начала писать книги, это было для меня, скажем так, когда я был ребенком на развлечении, она ехала и читала, ну, придумывала мне сказки, ну, грубо говоря. Вот, и постепенно это все переросло в что-то большее. Очень такой интересный заметил момент, что я, вот, например, когда приехал в Ростов или в Краснодар, встретил несколько человек, которые говорили, блин, так это у тебя мама, да, вот, Григорьева, которая пишет книги, блин, нам так нравится. И я просто, ну, так, немного в шоке был, потому что, ну, так, знаешь, в другие города приезжаешь к тебе. И часто было, что с людьми, там, ну, работаешь, и в какой-то момент они, там, через год говорят, блин, так у тебя мама, да, вот, писатель? Ты говоришь, ну, да, так а чего ты раньше, типа, не говорил, мы читаем, нам нравится. Коллекция началась даже не знаю, какой момент это был, потому что, ну, когда и маленький был, там, и с родителями играл в настольные игры какие-то. Потом было долгое время, когда я в них вообще не играл, потом играли, там, с одноклубниками пару раз, и потом с другом начали играть, а потом как-то, вот, как с другом сыграли, решили, там, еще что-то попробовать, потом еще, 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 и как-то все так понравилось. И уже на какой-то стадии больше пришло в такое коллекционирование, больше, чем даже в игры, потому что, ну, чтобы в игры играть надо много времени, ну, там, особенно, если там какие-то тяжелые, вот, а времени не так уж и много, чтобы это делать. Поэтому, вот, если выходной, то приглашаю друзей с ними играть. Тематики, вообще, все, что можно, и Камелот, там, Король Артур, и герои Марвел, всякие, там, пострелять, построить, друг-друг, что-то мафия подобных, очень много игр. Если есть время, то собираемся, играем, то есть, знаете, есть знакомые, которые тоже любят это делать, и с ними, вот, недавно, буквально вчера играли в игры. Питер, я вообще считаю одним из лучших городов, ну, вообще, наверное, даже в Европе, в мире, не знаю, вот, потому что я достаточно много городов был, и вот, в пару городов ездил, вот, прям отдыхать, смотрел, как лучше, не лучше. То есть, в тот же Париж, мне Питер намного больше нравится. Вот, Ростов, сейчас уже редко там появляются, но все равно есть и друзья, то есть, какой-то, конечно, отрезок жизни очень большой с Ростовом связан. Ну, а Краснодар очень нравится тем, что климат такой хороший, что жаркое лето, и оно очень длинное, то есть, нет такого, что там, то есть, даже в сравнении с Ростовом в Краснодаре намного теплее. И, конечно, нас намного ближе к морю, то есть, когда отдых, можно и в море, и к морю съездить. И сейчас Сочи, вот, еще ни разу не был, но очень хочется съездить, посмотреть, как все там построили, как сделали. Помню, когда еще первый раз летел в Ростов на просмотр, в команду, еще во вторую. Это, во-первых, был первый полет, я до этого на самолетах не летал, и я просто думал, блин, Ростов, куда я лечу, что там вообще, как. Так, прилетел, вышел из самолета, в Питере было прохладно, я был в такой куртке, и выхожу, и там плюс 30, такая духота жесткая, я просто вот так вот приехал в какую-то гостиницу, там не работает кондиционер, то есть, ну, так, первое впечатление было, ну, очень жарко, да. Спокойно как-то отношусь к этому статусу, ну, выбирали больше, исходя из того, кто больше в команде находится, вот, и поэтому, как бы, я, получилось так, что самый, грубо говоря, старичок команды еще с Ростова, здесь нахожусь, и поэтому выбрали капитана. Мне кажется, я очень спокойный, и меня, чтобы из колеи выбить надо прям, ну, постараться, скажем так. Ну, пару раз еще в самом детстве дрался, но потом как-то обходился без драк. Ну, не знаю, может, как-то так воспитан, ну, честно говоря, вообще не знаю, то есть, просто вот сам к себе очень спокойно ко всему отношусь. Ну, вот где-то моменты, конечно, бывают, когда, ну, что-то сделаешь, и потом думаешь, блин, нафиг я это сделал, как-то получилось вообще, я же, типа, ну, так, всегда спокоен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!